Дважды в неделю представители Управления капитального строительства посещают детский сад Волшебница, где ведутся ремонтные работы по утеплению полов. Отследить сроки и качество исполнения – вот главная цель этих визитов. Сроки, указанные в контракте, истекают через неделю. Укладываются ли строители в намеченный график, выяснял Максим Швец. Комиссия внимательно осматривает очередной участок здания, который подлежит утеплению. Главная задача – не допустить нарушений требований и технологий проведения строительных работ. В течение недели, вторник, пятница мы проверяем. Это в 10 утра здесь. И еще помимо этого мы приезжаем нештатно здесь, ведем проверку и конъюнктурные обзоры для администрации на аппаратное. На сегодняшний день идет нормально все согласно графику утепления. Я думаю, что здесь будет уже жара. Что касается рабочих, то, по их словам, они вышли на финишную прямую. Все основные работы уже выполнены. Руководитель подрядной организации Владимир Творковский отмечает, что строители приложили максимум усилий, ведь этот объект отличается от других. Чувствуется в том, что здесь дети. Нужно делать так, нужно делать на совесть, чтобы не возвращаться к этому вопросу. Все, что надо, нас зависит, мы все делаем. Контролирующие органы у нас приходят, каждую неделю проверяют. Каждый контролирует. Вот сами видите, сейчас подъехала организация, которая нас контролирует, которая мы на пусу подряди. Это организация «Ямал». С детского сада, которая подходит, их инженера проверяют, смотрят, все швы ли забиты, все ли заделано, опуски на фундаменты. И количество минвата уложено. К слову об утеплителе. К его выбору подходили основательно. Огнестоки, отвечающие всем современным требованиям. На сегодняшний день израсходовано более 220 кубов техно-николя. В том, что здание детского сада нуждалось в утеплении, сомнений нет. Нарушения температурного режима на полу первого этажа выявлялись неоднократно в ходе многочисленных проверок. Сотрудники дошкольного учреждения надеются, что с окончанием ремонта вспоминать об этой проблеме им больше не придется. Работа подходит к концу. Судить о том, будет ли решена данная проблема, мы сможем только в зимнее время, когда наступит холода. Сейчас на улице то плюсовая температура, то нулевая, судить невозможно. Но работы подходят к концу, работы в соответствии с графиком, с планом. Поэтому это радует. Надеемся, что проблема будет снята. Согласно контракту, сроки которого истекают 29 марта, рабочие не только должны завершить ремонт, но и убрать за собой весь строительный мусор. Лишь после этого будет подписан акт о выполненных работах. Максим Швец, Григорий Волков, программа «Время местное».